В эфире служба новостей Саров-24 в студии Мария Посыпая. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Сотни выставок и тысячи благодарных ценителей искусства. В этом году художественная галерея отметила свой юбилей. Покажи, на что способен твой четвероногий друг. На стадионе комплекса «Юниор» прошел праздник «Собака плюс я». Поплавок-2018 на Продубровом состоялся рыболовный фестиваль. Далее расскажем обо всем подробно. Представители администрации и глава города отчитались перед депутатами. На совместном заседании думских комитетов народным избранникам рассказали о результатах работы администрации аппарата думы за 2017 год. Подробности далее. Численность города выросла и составила 95 230 человек. Количество браков превышает количество разводов. Уровень преступности самый низкий в области. А по показателям социально-экономического развития наш город и вовсе занимает лидирующую позицию. Величина прожиточного минимума составила 9 763 рубля. Это в среднем на душу населения. В том числе 10 522 рубля для трудоспособного населения, 8 085 для пенсионеров и 9 822 рубля на ребенка. И по сравнению с предыдущим годом прожиточный минимум в среднем на душу населения увеличился на 2,5%. Средняя заработная плата по крупным и средним предприятиям выросла на 8,6% и составила 52 тысячи рублей. Подробно ознакомиться с отчетом можно будет на официальном сайте администрации города. Также на заседании комитетов глава города Александр Тихонов сообщил депутатам о работах, проводимых на внутренних и внешних городских дорогах. Симашка в этом году, если все хорошо, будем начинать. Идет проект планировки межевания ряда по улице Садовой. По наружным дорогам ситуация такая. По Первомайску 18 миллионов в 2017 году была освоена федера этих региональных денег на ремонт дороги, потому что она на балансе области находится. Значит, она будет потихоньку ремонтироваться, дорога на Первомайск. По пятому КП Мордовия нам обещала деньги. И надо сказать, что то, что они обещают, они выполняют. Что касается планов на будущее, глава города напомнил, что в сентябре завершится программа по переходу детских садов на отопительную систему от горячего водоснабжения. И будет разыгран конкурс и определен подрядчик на реконструкцию школьных стадионов. Ровно 10 лет назад в мае в здании бывшего кинотеатра «Октябрь» была открыта городская художественная галерея. За это время на выставочной площадке прошло порядка 300 выставок современных мастеров изобразительного искусства. Живопись, графика, художественная керамика и многое другое. Самые разнообразные выставки отечественных и зарубежных мастеров пользуются популярностью у любителей искусств нашего города. Зрители юбилейной ночи в художественной галерее встречают калаш из детских фотографий сотрудников главной выставочной площадки города. К десятилетию они готовились долго и основательно. И все это для того, чтобы в очередной раз удивить зрителя и создать в галерее теплую домашнюю атмосферу. И результат бессонных ночей, проведенных за монтажом новых экспозиций, налицо. Галерея – это не набор картин, развешанных по стенам. Художественная галерея – это атмосфера. Это такой пульс и ритм, который здесь бьется в каждом нашем сердечке. И надеемся, что зажигаются сердца тех, кто сюда приходит. Те, кто пришли в этот вечер в художественную галерею, смогли познакомиться с творческой командой московских художников-керамистов – Еленой Мач и Еленой Потаповой. Мастера представили выставку под названием «Цвет огня», центральными экспонатами которой стали керамические светильники. Хотелось привезти в Саров, в такой необычный город, который овеян легендами. Необычные работы, интересные, которые прежде всего близки самому автору, самим нам близки. И, конечно, хотелось привезти такие ударные, красочные, чтобы представить в полной мере художественную керамику. Елена Потапова – автор композиций светильников в виде сказочных сов. Каждый образ ночных лесных жителей наделен своим характером. Примечательно, что создавались они в разное время. Некоторые даже становились символом ночи в музее в других городах. Мне вот дают любой кусочек глины, и я пощупаю его и начну лепить. И даже прежде, чем начать лепить, я сижу и несколько минут ее мну, получаю удовольствие от этого раз, и чувствую характер этой глины. И потом она у меня дальше ведет и подсказывает сама, что из нее лепить. На первом этаже расположилась четвертая международная экспозиция в истории художественной галереи. Выставка под названием «Города и Веси» принадлежит Перу нашей соотечественнице, а ныне жительнице Соединенных Штатов Елены Лихацкой. А для тех, кто только начинает свое знакомство с изобразительным искусством, работали творческие мастер-классы. Саров победитель всероссийского конкурса проектов благоустройства малых городов. Торжественная церемония подведения итогов состоялась в Красногорске. В число победителей вошел проект благоустройства парка культуры и отдыха имени Зернова. Общий объем субсидий из федерального бюджета на благоустройство парка составит 100 миллионов рублей. Кроме того, при воплощении проекта в жизнь будут использоваться средства местного бюджета и средства инвесторов. Реализация запланирована на 2018-2019 годы. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Жители Нижегородской области приглашают принять участие в открытом отборе высокоэффективных управленцев команды правительства. Как сообщил глава региона Глеб Никитин, этот проект позволит отбирать кандидатов на ведущие должности в органах власти. В настоящее время идет отбор кандидатов на должность министра культуры Нижегородской области и заместителя главы администрации Нижнего Новгорода. Участниками программы могут стать граждане Российской Федерации в возрасте от 25 до 50 лет с высшим образованием, наличием управленческого стажа, не менее трех лет и отсутствием судимости. В Сарове действует запрет на посещение лесов. С 28 мая на территории Сарова установлен четвертый класс пожароопасности лесов и торфянников. Главное управление МЧС России по Нижегородской области призывает соблюдать правила пожарной безопасности, не сжигать траву и мусор. За нарушение требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима размеры административных штрафов значительно возрастают от 2000 до миллиона рублей. 1 июня в парке культуры и отдыха имени Зернова пройдет большой концерт под открытым небом. Посвящен он будет Международному дню защиты детей. В течение праздника маленькие гостей. Парка ждет анимационная программа с играми и конкурсами. Выставка «Город мастеров». Начало праздника на танцевальной площадке парка в 17 часов. Хороводы, пение, игры под открытым небом и, конечно, плетение венков. Православные христиане отметили один из 12 главных церковных праздников – День Святой Троицы или Пятидесятницу. О том, как прошли троицкие гуляния в нашем городе, расскажем в следующем репортаже. Троицкие гуляния – это замечательный повод вернуться к истокам традиций, вспомнить в своих духовных корнях, прикоснуться к многообразию жанров народного творчества. Уже шестой год подряд прихожане храма Великомученика Пантелеймона и Православное Зворческое Объединение «Мир» устраивают троицкие гуляния в больничном городке. Всех желающих по традиции здесь ждут хороводы и танцы. Активное участие в гуляниях приняли и малыши. Они прыгали в сток травы, плели из лент косы, играли в различные игры. И, конечно, водили вместе со взрослыми хороводы. В этом году троицкие гуляния собрали большое количество людей. Кто-то активно принимал участие в народных играх и пел песни. Ну а кто-то просто грелся под лучами солнца и наслаждался свежим воздухом и звучанием народных инструментов. Мария Ирунич, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров-24. Спортивное «Что, где, когда» появилось около 30 лет назад на базе одноименной телевизионной передачи и с тех пор завоевало сердца миллионов людей. В нашем городе эта интеллектуальная игра также активно развивается. В библиотеке имени Маяковского прошел финальный тур доброй лиги по игре «Что, где, когда». Ответить на сложные вопросы ведущих пришли старшеклассники, студенты и работники различных предприятий. «Некоторые считали, что Бог сотворил мир в том числе при помощи Него. Назовите Его. Время». Два тура по 18 вопросов и лишь минута на то, чтобы найти правильный ответ. В этот раз в финале доброй лиги «Что, где, когда» приняли участие 9 команд. Еще днем эти ребята были сотрудниками различных подразделений ядерного центра, а уже вечером они сборная Томского политехнического университета по игре «Что, где, когда». «Это вообще самые прекрасные люди города Саров. Мы называемся сборной Томского политехнического университета, потому что большинство из нас бывшие студенты Томского политехнического университета». Юрий Николаев и его команда активно посещают клуб «Что, где, когда» и за весь сезон не пропустили ни одной игры. Главная особенность доброй лиги в том, что стать ее участником может любой желающий, независимо от возраста, образования и сферы деятельности. «Вопросы, на самом деле, вообще из разных областей, и никогда не знаешь, откуда придет вопрос, что нужно знать, что нужно читать. Поэтому это такое, наверное, больше на общую эрудицию, где надо быстро придумать ответ либо правильный, либо смешной». Для команды «Ума не надо» это тоже далеко не первая игра. Ребята принимают участие в доброй лиге с 2011 года. И за это время поняли, за что любят эту интеллектуальную игру. «Самое классное в ЧГК – это когда ты на 50 какой-то секунде командной работой приходишь к правильному ответу и понимаешь, что он правильный. И когда тебе говорят, что он правильный, получаешь от этого большое удовольствие». По итогам игры были определены лучшие среди школьных команд и в абсолютном зачете по итогам четырех туров. Победители получили не только звание чемпиона доброй лиги, но и приятные подарки – наборы книг различных жанров. Овчарки, служебные собаки, собаки-компаньоны, охотничьи породы. В ежегодном спортивно-кинологическом празднике «Собака плюс я» приняли участие более 50 четвероногих питомцев. Претенденты на победу выступили в нескольких этапах. Экстерьерные выставки, конкурсы костюмов, веселые эстафеты и конкурсы «Ребенок и собака». Подробности далее. Преданному другу Елены, Корги Эрику, 4 года. Если перевести эти цифры на человеческий возраст, то получится 34 года. Одним словом, мужчина в полном расцвете сил. Корги – это порода, которая хорошо ладит с детьми и без особых проблем уживается с другими домашними питомцами в квартире. Эрик не любит большого внимания к своей персоне, но терпеливо дает себя погладить юным зрителям кинологического праздника «Собака плюс я». Порода Корги имеет богатую историю, насчитывающую более тысячи лет, а ее представители обладают ловкостью и скоростью, несмотря на интересное строение тела. В три месяца Эрик начал проходить общий курс дрессировки и уже к полутора годам завоевал все возможные чемпионские титулы. Собака очень умная, потому что овчарка. Но, как любая овчарка, с ней надо заниматься. Еще один участник спортивного кинологического праздника готовится к выходу на экстерьерный ринг. В этом году претендентов на победу оценивают московские эксперты. Но йоркширского терьера по кличке «Наследник престола» граф Радамир это не пугает. Он тоже может похвастаться своими достижениями. И последний из них – титул чемпиона России. «С одной стороны, она выставочная, красивая, может быть, импозантная. Но, с другой стороны, у нее очень интересный живой характер. Поэтому мы играем с любыми игрушками. Любим футбол, не поверите». Ежегодный праздник «Собака плюс я» – отличное место для семейного досуга, а также возможность узнать больше о любимых породах. Много полезного для себя смогли почерпнуть и те, кто только задумался о том, чтобы взять в свой дом нового члена семьи. «Это не только для любителей собак. Я еще сюда приглашаю людей, которые хотят выбрать себе четвероногого друга, потому что здесь можно пообщаться с владельцами собак». Все участники были распределены по группам в соответствии с породой и возрастом. Лучшие из лучших были награждены дипломами и призами. Для одних просто хобби, для других – настоящий спорт. Рыбная ловля – одно из самых распространенных увлечений во всем мире. И с каждым годом оно все больше набирает популярность. Сегодня любители посидеть с удочкой на берегу водоема объединяются в клубы, создают спортивные федерации, проводят соревнования. Но про Дубровом прошел рыболовный фестиваль «Поплавок-2018». Посидеть на берегу с удочкой и порыбачить, по мнению Ильи Тузова, это лучший способ отдохнуть и отвлечься от повседневной суеты. Для него важнее сам процесс, а не количество пойманной рыбы. Несмотря на давнее увлечение рыбалкой, в соревнованиях Илья участвует впервые. Никогда не пытался ловить рыбу на время. Это на самом деле что-то непередаваемое, как в первый раз. У каждого участника турнира есть самодельные снасти, прикормка, приготовленная по собственному рецепту, и много других секретных приемов. И соревнования стали отличным шансом проверить действенность всех этих хитростей. Наверное, они у каждого есть, но никто вам, я думаю, их не расскажет. На то они и хитрости, чтобы о них знал только тот, кто ловит. Как и в любых спортивных состязаниях, в рыболовном фестивале есть свои правила. Каждому участнику путем жербьевки отведено определенное место и переходить в другой сектор нельзя. Наживку разрешено использовать любую, кроме живца. Ограничения есть, но их не так много. Основное правило – это ловля на поплавочную снасть. Тур проводится в 4 часа. Разрешено пользоваться одной удочкой с одним крючком, грузилом и поплавком. По окончании соревнований судьи взвесили пойманную участниками рыбу и распределили места в личном и командном зачете. Первое место с самым крупным уловом заняла команда «Лавочка». О, чемпионы! Поздравляем! 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 Это вам и грамоту! Награды, дипломы и подарки участники получили в нескольких номинациях. Самый юный рыбак, первая пойманная рыба, самый маленький трофей и, конечно, бигфиш, который в этот раз весил 115 граммов. Это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города на нашем канале в YouTube и в группах в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники и Facebook. Также вся актуальная информация на сайте sorov24.ru. В студии работала Мария Посыпая. Всего вам доброго и хороших вам новостей!